здравствуйте друзья и добро пожаловать на канал бокс play с удовольствием это сегодня говорю потому что знаю что давненько уже не было видео давненько я уже не выпускал видосики и ну что же мне стыдно мне стыдно я обещаю что я буду выпускать видео чаще потому что у меня появилось больше свободного времени я немножечко разгрузился и теперь имею возможность вот вас я надеюсь радовать такими видосиками разными и буду это делать но сегодня я хочу вам показать одну штуку которая мне в принципе меня заинтересовала и я такую штуку купил сыну своему на подарок заинтересовала мне эта штука потому что помните раньше были когда мы были маленькими с вами были приставочки такие разные всякие были дэнди сега там у тех кто побогаче был sony playstation 1 и лично у меня соньки не было ну вот и серьги не было у меня было дэнди ну ты на дэнди у меня был картридж который назывался там 9999 игр наверно все его помнят там была куча всяких разных версий марио куча всяких разных версий танков и так далее также там были конечно отдельные картриджи что типа контры что-то типа какие-то аутинные истории я помню там были и так далее там подобное и недавно я шарился по интернету на какой-то очередной распродаже на алишке сразу скажу что это видео не реклама я купил вот это вот дело за свои деньги ну как купил то есть я пропагандировал эту штуку сыну на подарок и сын тоже загорелся в общем-то это идея и мы заказали в общем общими усилиями мы заказали тут штуку с алиэкспресс чем интересно вышла история на самом деле заказываем это все дело на распродаже на 11 11 до 2019 года и реально посылка где-то потерялась то есть сын хотел очень хотела получить к новому году но реально посылка не отслеживалась то есть было просто написано что типа она где-то там сортировочном центре и зависла и все и я понимаю что реально к новому году она не дойдет и я понимаю что нужно что-то делать потому что сын ужасно расстроился бы если бы посылка не пришла к новому году и я получается нахожу у себя в городе такую же штуку но красную покупая ее как бы чуть дороже да чем на али и ну думаю ладно на всякий случай подстрахуюсь то есть если там два дня оставалось до нового года если она не придет то я получается как бы подсунем ему вот эту красную которую мы купили здесь уже вот но реально случилось прям чудо какое-то и это посылка пришла прям 31 числа звонит почтальон с почты говорит заберите посылка вам пришла я был в шоке немножко потому что во первых 31 почта работала полноценно целый день спасибо им огромное за это ну а во вторых это реально круто потому что сын нахотел беленькую такую штучку и она вот ему как раз приехала действительно порадовала и так что же это такое это такая как приставочка да вот приставочка в таком корпусе в достаточно приятном стоит эта штука недорого там в районе ну я не знаю сколько там от 10 по моему долларов до 15 там до 20 вот в этой штуке 400 игр ретро игр да то есть это эмулятор так сказать эмулятор приставки денди вот и вот здесь общем-то в памяти уже хранится все все хранятся все игры которые были на картриджах помните были там был robocop contra эти все игры которые отдельно выходили на отдельных картриджах вот эти вот все игры они здесь уже есть они здесь уже установлены и это прикольно я знаю что я не первый человек который конечно же делает обзор какой-то там на вот эту вот штуку но я просто не могу держаться на самом деле но я Я просто не мог, на самом деле, удержаться, чтобы не записать видео. Тем более, мне эта штука напомнила о старых добрых временах, когда мы рубились на телевизоре «Березка», значит, в «Супер Марио», в «Танчики» и так далее. Давайте ее включим. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что здесь аккумулятор, да, то есть здесь не батарейки, здесь именно аккумулятор на 800 мАч. Аккумулятор, который очень похож на аккумулятор от Nokia, хотя здесь не написано, что это именно под Nokia аккумулятор, но вот он оттуда, BL-5C. Это аккумулятор, который используется в некоторых, по-моему, телефонах Nokia. И это круто, потому что можно купить еще таких парочек аккумуляторов, взять с собой куда-то в дорогу и, например, где-то просто, когда она разрядилась, можно поменять аккумулятор и играть дальше, например, да. В принципе, как бы вот. Либо же ее можно заряжать, конечно, через вот такой вот слот специальный для зарядки. Вот здесь, в принципе, нет особо ничего такого сверхъестественного. Здесь есть некоторые элементы управления, да, то есть как на джойстике. Вперед, вверх, вниз, назад. Вот, то есть крестовиночка такая, да. Есть кнопочка Reset, да, или Reset, я не знаю, как называется, которая сбрасывает все, как бы, заново. Вот, есть кнопочки X, A, B и Y, то есть стандартные кнопочки, которые есть на джойстике в нашей Denzi, да, приставке. Конечно, Select и Start. Вот, соответственно, здесь сверху мы видим слот для зарядочки. Вот, он, это обычный мини-USB, по-моему, который называется. Есть микро-USB, да, более толстенький, он такой мини-USB называется. Также здесь есть выход на тюльпанчики, то есть его можно подключить, эту приставку, к телевизору, использовать ее как пульт, соответственно, как джойстик, да, а картинка будет выводиться через эти тюльпанчики на телевизор. Я ее не подключал, я думаю, что это, в принципе, бесполезная штука, вот именно для приставки, для вот такой карманной, как раз, то есть она как раз подкупает такой некой карманностью, да. И есть здесь включатель, который, в принципе, то есть вот при... вот если вот туда ее дернуть, да, то она включится. Также точно здесь есть крутилочка такая маленькая-маленькая крутилочка, которая регулирует уровень звука от минимума до максимума. Ну что ж, давайте ее включим. Сразу скажу, что крутилочка, крутилочка эта поломалась сразу же в первый день, то есть она увеличивает громкость до максимума, да, верх она может увеличивать, а вниз, вот ее минимум, то есть громкость, она, по идее, должна уметь выключать громкость совсем, совсем, но она совсем не выключает, то есть минимум где-то вот здесь как отключить звук я здесь не знаю, разве что надо выпаять динамик или как-то так сделать то есть как заклеить скотчем эти отверстия, но опять же, то есть полностью он не убирается по идее должен, но как бы нет здесь можно выбрать два языка, английский и китайский соответственно китайского языка мы не знаем и мы выбираем английский и вот вам, пожалуйста, 400 игр в этой приставке и все эти игры, конечно же, мы знаем практически все я помню, то есть вот Super Mario, да, вот такими кнопочками мы можем выбирать эти игры вот так можем листать меню, здесь есть реально практически все игры, в которые я когда-либо играл на приставках и то у нас многих игр не было, то есть Super Mario, просто Mario, Super Mario, брат то есть это какие-то модификации Mario, насколько я понимаю Turtle One, я не знаю, что это, я помню, были Черепашки-ниндзя, Contra Чип и Дейл, еще тоже были игры, кстати, вот Чип, да, тут здесь нарисован или Чип, или Дейл не помню уже, кто есть, кто из них Super Contra, реально много игр вот именно те, которые надо было отдельно покупать я помню, на картриджах, причем мы ходили там, менялись как-то картриджами у меня была какая-то коллекция была картриджей, то есть и опять же мы все время как-то менялись я помню, у меня был диск Робокопа, который мне подарили это был мой стартовый капитал, я этого Робокопа пошел, поменял на диск не на диск, точнее, на картридж картридж Робокопа, конечно же я его поменял на другой картридж, в котором там было какие-то утиные истории или что-то в этом роде, конечно же, все помнят именно игры, помните, Танки, да, Танки и, конечно же, все помнят игры Марио, то есть вот это самые основные игры Танки, Марио и еще какие-то вот такие типа, ну, типа Contra, да, и вот эти вот игры, конечно, они здесь есть, это круто давайте что-нибудь откроем, например, Танки вот, одна из моих самых любимых игр детства, потому что мы играли в нее с моим соседом теперь он кум мой, вот, и до сих пор очень теплое воспоминание вот можно вдвоем играть, можно одному, соответственно, вдвоем, если здесь играть то получается, что нужно как-то ее соединять, не знаю, подсоединять какой-то дополнительный джойстик а я не вижу здесь каких-то входов под джойстик, может, как-то это можно сделать, не знаю соответственно, мы нажимаем либо Select, select там выбираем, да, один игрок или два и нажимаем Start, то есть у нас в данный момент я буду один играть, поэтому мы будем играть за одного игрока соответственно, против чуваков, которые как бы вот против, так сказать, компьютера, да все помнят Танки, наверное, все, кто играл когда-то на Dendy, просто обожают эту игру, потому что вот меня убили, потому что это была основная игра, да, одна из основных игр, которые были, помните, у всех были картриджи что-то типа, ну у меня по крайней мере был такой картридж, который назывался там что-то 999 игр и понятно, что многие игры там повторялись, вот, но опять же, опять же, как бы вот да, смотрите, здесь такая фишка здесь есть, что когда, когда она садится батарейка когда садится батарейка, начинает садиться, экран тускнеет, то есть как бы вот то есть это не, это не баг какой-то системы, давайте немножко сделаем поярче сейчас то есть это не баг системы, а именно то, что она показывает нам вот эта вот приставка о том, что садится наша батарейка и сейчас это именно происходит, то есть смотрите, сын ее, видимо, мучил сегодня весь день вот, и разрядилась батарейка, то есть мне ее сейчас придется поставить на зарядку первый раз, когда такое случилось, я думаю, ну в принципе, что нужно ожидать, да, от дешевой какой-то вещи от приставки, от приставки, которая стоит там 10 долларов, да, понятно, что это не Sony PlayStation но тем не менее, вот таким образом она показывает, что хозяин, все, я не могу я подсвечивать себе экран потому что у меня аккумулятор сел, хана ему и все, то есть как бы я, ну типа как бы выключаюсь то есть выключай меня давай, если ее опять включить, то видите, опять тоже как бы ничего не изменится то есть ее нужно реально поставить на зарядку, она заряжается и фактически как бы тогда можно продолжать игру так, ну что ж, друзья, я немножечко подзарядил этот девайс, да, вот, и теперь он снова с вами, снова с нами причем экран теперь, да, не мерцает, экран опять же нам показывает, что гаджет заряжен здесь, к сожалению, нет никакого индикатора зарядки, то есть насколько его, насколько его хватает я подозреваю где-то часа на три игры, вот, а опять же индикатора заряда нет то есть мы не можем с вами сказать, насколько заряжен в данный момент аккумулятор и в принципе нужно просто заряжать до конца, до упора и опять же, как бы когда он будет разряжаться полностью он просто будет тускнеть, у него экран, таким образом как бы будет видно, что батарейка садится там через пять, через десять минут он садит окончательно так, ну что ж, опять же, интересно будет, что сделать, если выбрать китайский то есть у нас все будет, видите, на китайском, ну понятно, что гаджет у нас китайский и в принципе, как бы вот, то есть два языка, либо китайский, либо английский, русского, к сожалению, нет ну и не было никогда его, да, вот, давайте поиграем в Super Mario во всяком случае, как бы, Super Mario это одна из самых популярных игр, наверное, на систему Dendy да и вообще уже куча эмуляторов всяких понаделали, да, есть эмуляторы там на Android вот, есть эмуляторы, понятно, что у всех, как бы, есть уже давно телефоны на Android, да но опять же, на телефоне не так удобно играть, потому что там нет вот этих вот кнопочек, да нету джойстика, так называемого, поэтому все равно вот здесь, да, вот здесь играть реально намного комфортнее даже вот на таком небольшом экранчике это очень-очень комфортно вот, и сыну, например, очень нравится, ну вот сыну, например, очень нравится и в принципе, как бы, ай-ти-ти-хэ папка его иногда учит всяким приколам вот у него глаза округлились, когда он показал тот секретный уровень он такой, что? вот, и на самом деле прикольная игрушка прикольная игрушка для того, чтобы просто где-то убить время, потому что она реально карманного размера то есть ее можно положить где-то в карман единственное, что мне, опять же, скажу, не нравится здесь в данный момент это то, что просто невозможно выключить звук то есть нельзя сюда наушники вставить здесь только можно вставить вот провод тюльпан может как-то через него можно вывести звук, но опять же, не знаю ну, то есть я бы на месте китайцев добавил бы сюда какой-то вход для наушников это было бы достаточно актуально, потому что иногда там хочется поиграть где-то в транспорте где-нибудь, где не хочется, чтобы другие слушали звуки какие-то, да вот, и опять же, этот бок немножечко есть такой со звуком то есть громче можно сделать? тише? тише? нет то есть максимально тихо это вот этот вот изначальный какой-то звук вот, давайте еще посмотрим, что здесь есть Contra, вот, Contra шикарная тоже игра вот, Contra причем, видите, и куча их всяких модификаций здесь давайте просто в обычную Contra поиграем вот, один игрок я помню, мы еще играли в Contra на, также на Dendy, да были еще всякие разные потом, кроме того, эмуляторы на, был, я помню, эмулятор на компьютер даже вот этих всех игр, как бы и помню, были всякие разные модификации, вот Contra и была модификация, например, с бесконечными жизнями здесь жизней всего три, соответственно, как бы когда, когда вас убивают, вы умираете и все то есть три раза вас могут убить и ваша игра закончится это обидно, потому что иногда проходишь реально достаточно далеко достаточно далеко и помираешь в конце, и это очень-очень обидно вот, поэтому, как бы ну, это на всех играх Dendy так то есть нигде там понятно, что нет сохранений вот, и, в принципе, игра заключается в том чтобы реально бесконечное количество раз вот это играть в Super Mario когда уже знаешь все все какие-то лайфхаки когда уже знаешь, откуда там вылезет какой-нибудь микроб который будет там на тебя бежать или что-то еще то есть вот это вот реально с одной стороны подвешивает немножко потому что ты, блин, 10 тысяч раз это все уже пытался пройти с другой стороны, это манит и тянет и вот этот уровень сложности когда ты, у тебя есть всего три жизни ты не можешь пройти дальше это, ну, подкупает то есть, как бы это хочется в это играть и играть и еще и еще потому что вот думаешь, вот сейчас я пройду точно а сейчас вот точно пройду и так далее ну вот, куча всяких разных игр просто нереальное количество вот Chip & Dale тоже шикарнейшая игруха я помню, у меня тоже она была я ее выменял выменял на какую-то на какие-то наклейки когда-то вот этот картиж и я помню, просто вот тащился потому что, во-первых, здесь все так шустренько и быстренько в управлении мелодии классные совершенно вот и мне это все дело очень нравилось все это дело мне очень нравится почему-то все, конечно, здесь прикольно очень так идет то есть, это, понятно, никакая не реклама, ребят просто это прикольная вещь для подростка, например то есть, вот как раз опять же, ну, надо, понятное дело пользоваться с умом чтобы не сломать там все глаза целый день, понятно, играть в нее не надо потому что экранчик маленький глаза устают, как бы, но, в принципе, прикольная штучка на самом деле я для себя вот такую штуку, как бы, открыл вот, причем мало того, что все это, конечно, нравится сыну так я еще обнаружил, что я у него иногда беру поиграться ну, почему бы и нет я прекрасно понимаю, что я мог бы все это дело поставить поставить себе каким-то эмулятором на тот же комп, например но, опять же, вот Робокоп так, игра, да у меня она была когда-то на этом самом на Дензи, вот именно вот этот картридж мне покупали на тот же день, я, по-моему, дарили там каких-то денег стоил бешеных и и, как бы конечно, было, да было круто ну, вот, поэтому все игры здесь есть и это круто понятно, что можно поставить это все на телефон на эмулятор понятно, что можно поставить там на комп все это эмулятор но, опять же, это вот это вот оно у вас в кармане и, в принципе, можно реально то есть, как бы заменить даже как-то БСП ту же самую или какую-то вот ну, это недорого на самом деле там 10 баксов это сколько получается 600 рублей там 500 рублей где-то так, да вот, плюс-минус опять же, зависит от того там, например, очень много разных всяких модификаций продается вот, в разных цветах в разных вариантах может быть там исполнение корпуса с разными какими-то опциями ну, в принципе, более-менее они все очень похожи то есть, понятно, что скорее всего это какой-то эмулятор здесь вшит в какую-то схему ну, наподобие Рабсбери, да то есть, что-то здесь такого плана стоит скорее всего и просто подключен динамик выведены кнопочки там вот эти все и так далее и, в принципе, этого вот железа хватает для того, чтобы как раз вот эти все игры играть и это круто то есть, в принципе, это круто это готовый продукт он не сырой то есть, можно реально можно реально проводить время играть и получать удовольствие и это круто давайте выключим потому что конечно, он такой немножко навязчивый звук дает, да вот и как бы, в принципе в принципе что вам еще что в принципе, что вам еще сказать могу мне понравилась эта штучка на самом деле покупать или не покупать понятное дело каждый там решает для себя сам потому что каждый считает свои денежки и каждый думает зачем нужно ли ему это или нет но опять же то есть, как бы ну, за эти деньги я считаю это прикольный продукт вот причем такой достаточно ну, уже не сырой то есть, может быть первые какие-то версии были какие-то да, там косячные кстати, обратите внимание здесь пленочка даже на экране наклеенная и прям это круто то есть, прям с завода вам, пожалуйста вот пленка даже на экране обалдеть просто вот поэтому такая вот штука это чисто даже не обзор как-то мое мнение наверное потому что у меня таких штук никогда не было сейчас как-то они вот повсеместно распространились и достаточно популярные они сейчас в интернете вот и вот как раз видите ну, для себя наверное я бы такую штуку не купил потому что у меня есть в принципе и GPD Win 2 и Nintendo Switch туда можно устанавливать эмуляторов и там есть как бы кнопки вот эти все тоже там все это есть но опять же то есть, как бы за эту цену если у вас нет Switch'а там если у вас нет чего-то такого то есть, вот чисто приколоться поиграться да, вполне пойдет почему бы и нет опять же детям да, супер просто будет в принципе здесь не так много игр то есть, здесь нет там интернета и так далее и вот чисто вот убить время как-то там поиграть да, вспомнить какие-то старые времена можно купить да, там показать чего-то такого плана да такая вот штука была сегодня надеюсь, вам понравился такой небольшой обзорчик вот подписывайтесь на канал с удовольствием буду снимать новые видосы надеюсь, вам нравится ну вот ну и всем, конечно же удачи хороших праздников вам, друзья всем пока-пока